Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В расчете на один полученный голос дороже всего выборы обошлись к кандидату от ЛДПР в 167 рублей. 164 рубля один голос обошелся Игорю Васильеву, коммунисты заплатили в 6 раз меньше. Сергей Мамаев и Николай Барсуков потратили на каждого избирателя примерно по 24 рубля. Инфляция впервые достигла уровня 92-го года. По итогам прошлого года она составила 5,5%. Это самый низкий показатель за 25 лет. Об этом сообщили в Счетной палате России. С 2015 года, когда цены резко пошли в рост, инфляция уменьшилась на 7,5%. Замедление инфляции в Счетной палате связывает с сокращением потребительского спроса, укреплением рубля, ростом предложения на отдельных товарных рынках. Между тем, реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 2016 года по сравнению с 2015 сократились на 6%, при росте реальной начисленной среднемесячной зарплаты на 0,8%. Показатель инфляции в Кировской области оказался по итогам 2016 еще ниже, чем в среднем по России, 4,5%. Эффективность госзакупок в 8%. Подведены итоги за 8 месяцев этого года при централизованных закупках для государственных нужд. Центр по техническому сопровождению госзакупок провел 4200 таких процедур. Чаще всего поставщика определяют на электронном аукционе. На торгах разыгрывалось почти 4,5 миллиарда рублей. Сэкономить удалось 309 миллионов. Экономическая эффективность торгов 8%. К другим новостям. Гипермаркет «Макси» откроют в третьем квартале 2018-го. На этот срок наметила начало работы магазина на московской 102 в Кирове компания «Макси Девелопмент». Она разместила ряд тендеров, в том числе на проектирование светофора. Сообщество «Строем Киров» сообщает, что из-за строительства ТРЦ может быть изменен трафик на расположенных рядом улицах. Добавлена третья полоса при повороте с Московской на Ердяково при движении из центра. В «Детский мир» на Комсомольской могут заехать федералы. Магазин закрыли на реконструкцию. Что там будет после нее, пыталось выяснить издание «Навигатор». В самом магазине пояснили, что пока идет оценка имущества предприятия, которое полностью принадлежит городу. Но мэрия намерена в этом году приватизировать «Детский мир» предварительно за 40 миллионов рублей. В пресс-службе федеральной сети «Детский мир» не смогли оперативно рассказать о планах по приобретению активов в Кирове. Но сотрудники соседних торговых точек уверены, что в здании на Комсомольской будет именно этот магазин. А интернет-поиск уже отправляет на сайт ритейлера. Осужден организатор фиктивных юрлиц. Дело рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину. Он должен будет заплатить 130 тысяч рублей штрафа за организацию схем по созданию фирмы «Днодневок». Зимой был осужден один из участников такой схемы – гражданин, который предоставлял свой паспорт для того, чтобы на него записали шесть таких фирм. Наказанием для него стало 220 часов исправительных работ. Всего за год суд вынес два подобных приговора. Напоследок коротко несколько цифр. 500 миллионов рублей потеряла область из-за новых нормативов распределения акцизов на нефтепродукты между региональным и федеральным бюджетами. 29 миллиардов рублей налогов заплатили с начала года физические лица организации и индивидуальные предприниматели Кировской области. 10 миллиардов рублей финансовой помощи перечислено местным бюджетом за 8 месяцев. В завершении валютах доллар сегодня 58,22, курс евро 69,26. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Скоро «Экономика» на 101FM